На этом видео я хочу перевести первый стих 27 главы книги Мишлей. Не восхваливай себя, наверное, так можно перевести. Не хвались, не хвастайся тем, что будет завтра, потому что ты не знаешь, что дословно родит день, что на самом деле произойдет. Многие комментаторы здесь подчеркивают, что речь идет о человеке, который обещает что-то сделать на будущее, уже как бы себя восхваливает. Да, я дам, я помогу, я дам дотацию, я буду субсидировать. А на самом деле никогда неизвестно, получится это или не получится на будущее. Более того, некоторые комментаторы связывают это со следующим стихом. Игалилуха зар вело фиха, нохри вело сфатеха. Следующий стих говорит, пусть лучше тебя восхваляет чужой человек, зар вело фиха, а не твой собственный род. Чужак нохри веаль сфатеха, а не твои собственные губы. То есть пусть лучше ты сделаешь акцию. Да, так здесь, например, комментирует Ибнезра. Я уже говорил, что, скорее всего, комментатор, который здесь напечатан на месте Ибнезра, это не Ибнезра, но, во всяком случае, мудрец, который напечатан под именем Ибнезра, говорит здесь, что второй стих, он имеет отношение к первому. Что, так же, как и не хвастайся заранее, пока еще не сделал акцию, так же пусть лучше тебя будут восхвалять, когда ты уже сделаешь в будущем то, что положено, чем ты будешь сейчас хвастаться до того, как ты это сделал. Конечно, есть общий стих, который мы, кстати, произносим в Суке Ибнезра каждый день, и он тоже из Мишлей. Мы бы ожидали, что подобного типа стих был бы из Дехелима, из Псалмов, и большинство стихов такого типа, а не из Псалмов. Но вот данный стих, он тоже из книги Мишлей, «Работ Махшавот Белевыш, Ваатсад Ашем Йитакум», что у человека много есть мыслей в сердце, а в результате только Совет Всевышнего сбудется. Но это более общий стих. А данный конкретный стих говорит, видимо, о людях, которые хвастаются заранее, еще ничего не сделав. И это напоминает, конечно, и то, что мы изучаем в Перке, а вот как раз сейчас, в предыдущую неделю изучали, насчет того, что Хилл сказал, что не говори, когда будет время, тогда я буду заниматься Торой, потому что, может, никогда этого времени не будет. Общая идея понятная, что нужно быть энергичным и делать акции, а не болтать. Вообще наши мудрецы учат, что праведники, они мало говорят и много делают, а грешники говорят много, а не делают вообще ничего. И, между прочим, это имеет еще такой смысл, такое объяснение читал, что часто, когда человек много очень вкладывает в разговоры, в обсуждения и в планирование, то он уже чувствует, что много достаточно сделал. То есть он так много уже вложил, вот, например, попросили, скажем, чем-то помочь. Он так много уже вложил, чтобы помочь советам, что он уже никакую акцию не чувствует себя обязанным сделать для этого человека, потому что он уже и так свое время потратил и уже и так много вложил. Получается, страна советов, а не страна баранов, да, что каждый вроде дает совет, а барана так и нет. Поэтому получается, что наша цель как раз побольше делать акции и поменьше. Конечно, нужно немножко планировать, с бухты-барахты тоже плохо действовать, но главное, чтобы основное осталось для акций, а не для всевозможных обсуждений бесконечных, которые ни к чему в результате не приводят. Вот хороший пример, между прочим, это школы для девушек, бетьяков. Это же сравнительно недавние изобретения. В Германии были какие-то школы для женщин, и потом появились в Польше. И на самом деле немножко странно, почему действительно польские школы для девушек, где было наибольшее количество евреев до войны, да, может быть, 3 миллиона евреев жило, и почему-то они были, начались с одной женщины, которая не была ни даже Рэббитсен, она была какая-то разведенная швея. Да, сегодня все знают ее имя, как говорил Раварон Котлер, что будущее еврейского народа, в общем-то, было построено руками человека, который ни одну страницу гемора не мог выучить. Ну, все удивляются, что он имеет в виду. Кажется, он имел в виду Сару Шниров, да, что она фактически смогла, сделать то, что ни один раввин не смог сделать в Польше. Вопрос, а почему действительно она? Все дело в том, что раввины тоже собирались. Есть протоколы именно собраний раввинов в тот период времени, и что каждый из них говорил, и как они обсуждали, и в основном откладывали на дальше. То есть это было все-таки слишком большой хитуш, что-то совсем новое предложить, да, школы для девушек. И поэтому они что-то обсуждали, каждый говорил свое мнение, и потом они, чинно, так сказать, приведя всю, все стороны за и против, и разные обсуждения, они потом соглашались, что будут встречаться снова уже в другой раз. И вот так вот это все тянулось. А Сара Шниров взяла и стала обучать прямо в своем ателье девушек. И когда получилось, что из них вышли действительно прекрасные жены Талмедейха Хамим в будущем, да, жены раввинов, до этого ведь очень мало кто хотел вообще ходить замуж за раввинов. В Польше так вот происходило между мировыми войнами, что все приличные девушки практически не хотели вообще очень уж религиозного, и уж в особенности раввина. То есть, как говорили тогда, может быть шутку, но это, как любая шутка, имеет долю правды, что если видят хромую или там слепую женщину, то это будущая жена раввина. То есть только такие готовы были выйти замуж за раввина. И вы понимаете, что какое будет новое поколение евреев, если в основном те, кто уходит замуж за раввина, делают это безвыходной ситуацией, потому что никто другой на них не посмотрит. Сегодня ситуация как раз наоборот. Во многих общинах предпочитают Тальмит Хахама. И наоборот, если мальчик вообще не учится и не занимается торой, и только работает, то будут на это смотреть как на большой минус. Но не такова была ситуация в Польше между мировыми войнами. В основном большая часть девушек ориентировались на людей, не так важно, насколько он религиозный, главное, что у него есть секулярное образование и так далее. Очень большой процент, к сожалению, населения вот так смотрел на вещи. И когда у Сары Шниру удалось изменить это в отношении тех девушек, которые учились от нее, то тогда уже постепенно стали копировать и поддерживать ее и раввины тоже, во всяком случае некоторые раввины. Но это заняло время, пока ей удалось доказать, что это возможно, что обучая девушек торе, они больше будут оценивать тору и больше хотеть Тальмит Хахама. И вообще, будь то раввина или просто человек, который хотя бы уважает и занимается торой достаточно. Напоследок хочу рассказать интересную вещь, вообще от Тальмит Хахамима интересная идея. Гра сравнивал мудреца Торы с вором. Много можно сравнений найти между вором и мудрецом Торы. Но самое главное, конечно, сравнение в том, что вора мы не называем не того, кто умеет воровать, а того, кто реально ворует. Умеется воровать могут многие люди, уметь теоретически обманывать. Наверное, многие люди могут, подумавшие, придумать способы, как можно обмануть систему, как можно у кого-то что-то своровать. Но за это они в тюрьму не пойдут. Только если они реально воруют. Наверное, большинство полицейских людей, особенно тех, кто сыщиков, которые сами ищут воров, наверное, сами, если бы захотели, смогли бы сделать преступление, которое было бы трудно раскрыть. Но это не делает их ворами, обманщиками и бандитами. Только тот, кто реально этим занимается, он становится вором, бандитом и обманщиком. И также и талмит-хахам, что тот, кто теоретически знает, как учиться, знаете, по-английски есть такое выражение, he knows how to learn. Он знает, как учиться. То есть, если он откроет страницу Талмуда, он разберется с ней. Он достаточно знает, чтобы разбираться с Талмудом, с Рашей, с Тософот. Мудрый человек, который достаточно учился в Яшиве и понимает, как изучать Талмуд. Окей. Но это не делает его талмит-хахамом, говорит вильницкий Гаон. Только если он реально занимается Торой, тогда он считается талмит-хахамом. И так же, как вор, который реально ворует, он действительно вор. Есть еще, кстати, сравнение. Вот, например, вор готов долго ждать, даже если у него нет сразу успеха, он не отчаивается, идет на разные лишения, чтобы добиться результата. Вот это все должен делать талмит-хахам. Почему я все это веду? К тому, что многие люди, даже когда, допустим, девушка выходит замуж, многие люди проверяют скорее, что сейчас у этого мальчика, чем то, что будет в будущем. Но мы знаем, кто мудрец, опять же, в нашей главе в Пирке Аботе, из Ухахам, Гароя Таналад. Тот, кто видит будущее. На самом деле, в нашей главе не совсем так сказано. Это просто один из пяти учеников, Равьохан Бензакай, сказал, что самая лучшая вещь, когда Равьохан Бензакай сказал ученикам, проверьте, что самая лучшая. Он сказал, что самая лучшая вещь, это тот, кто видит будущее. Но есть и в другом месте. Говорится, Я из Ухахам. Гароя Таналад. В таком случае, идея такая, что когда девушка выбирает, если она хочет действительно талмит-хахама, нужно именно смотреть на то, чтобы он не просто знал, как учиться. Поэтому, если человек сейчас учится, и хочет, и любит Тору, то это самое главное. А сколько он знает реально, не суть важна. А есть люди, которые много лет учились в Вишиве, но у них нет такой любви к Торе. И, соответственно, в будущем они учить будут только по минимуму или вообще не будут заниматься. И это вот самый главный критерий, не то, сколько знаешь или умеешь учиться сейчас, а то, сколько ты будешь заниматься. Ведь забыть можно за неделю то, что человек выучил за месяц, а за год можно забыть все, что выучил за всю жизнь. Кстати, это тоже одна из историй одного из мудрецов, учеников Раби Йохана Бензакая, что он уехал от своих коллег и забыл практически все, что он знал, как говорят наши мудрецы. Читал потом вместо «Хахода шазел ахэм» в Торе, уже не мог даже, даже буквы уже путал, читал «Хахереш хаяли бам». Вот. Поэтому самое главное, если уже вы ищете, если девушка ищет мудреца Тора или ее родители помогают найти мудреца Тора и будущего, то главное не то, сколько он знает сейчас или умеет ли он учиться, а то, что у него будет в будущем. Если вам нравится это видео, жмите лайк.